по подразделению пятнашка, Абхаз, позывной у него. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер всем. Брат, а можешь по видео или только по аудио получиться? Сейчас попробуем. Сейчас настроим, чтобы не падало. Так, нормально. Все прекрасно, мы вас видим. Еще раз добрый вечер. Скажите, вы сейчас, ваше подразделение действует на донецком направлении, все верно? Да, так точно. Ну, а тогда можно краткий анализ боевой ситуации, обстановки на донецком направлении? Что получается, что не получается? Ну, не получается угодить зрителям, которые хотят, чтобы это было как в боевиках, уложиться в полтора часа, потому что все там, вот, когда, когда. Как командиры всегда говорили, что самое основное – это личный состав. Поэтому, когда мы для себя поймем, что мы максимально утилизировали противника, и нашему личному составу преодолеть преграды удастся с наименьшими потерями, и тогда начнется какая-то развязка. Пока идет так, как идет. Наверное, знакомый с таким военным аналитиком американским, как Скотт Риттер. Так вот, он как-то недавно рассказывал о тактике ведения боя американской армии, которая сносит все к чертовой матери, не считаясь потерями среди мирного населения, все. И вот люди интересуются, почему наша армия не использует такую тактику? Это же минимизирует потери среди военных. А где американская армия с регулярной какой-нибудь армией встречалась, чтобы снести все и так далее? Вы же для себя понимаете, что в 40-х годах эта крайняя встреча была армией с армиями. Были междунациональные и международные конфликты, но как таковой армии не были задействованы ни там, ни там, потому что как бы раки там выкупили всех генералов, и война началась, они там зашли, ничего толком не было. Поэтому эти аналитики могут много о чем говорить, но по факту это совсем другие вещи. И рассуждать о том, как можно было бы, да, если это в одном городе, но здесь линия фронта огромная, здесь больше чем тысячи километров линия фронта, и сказать, что взять там, сейчас мы вложим все, что вложим в степях. Это когда ты вот сейчас, как начали мы действовать, уложить инфраструктуру, если бы начали делать это 8 месяцев назад, эффект бы, наверное, был другой. Но мы же все-таки надеялись на то, что Украина не вся зомбирована, и что как-то проснутся, очнутся, и начнут они своей власти требовать, чтобы те чуть-чуть иначе себя вели. Но этого не случилось, поэтому спустя 8 месяцев начались такие действия, о которых, наверное, эти аналитики говорят. Да, вы правы. Вот вы боюете с 2014 года, да, вот изменился ли сам характер боевых действий сейчас по сравнению с 2014 годом? Изменилась ли тактика ведения боя со стороны Укра-Вермахта? Пробуют ли они какие-то новые методики, или они сейчас действуют по натовским шаблонам? Они действуют строго по натовским шаблонам, тюнингованными советскими моментами, потому что все-таки у их генералитета и так далее образование советское, ну и долгое время они даже вот в переговорах, до нынешних времен мы все время слышали наши стандарты в переговорах, а вот последние месяцев 5-6 мы слышим уже натовские стандарты в переговорах. Это означает, что инструктора, наверное, более-менее, которые уцелели, они сейчас в боях, и большую подготовку офицерского состава, я думаю, они проходили не на своей территории, и точно не с теми офицерами, которые заканчивали советскую школу, потому что карту, которую мы взяли там, вынос, был натовского стандарта, методички, которые мы у них забираем, это на украинском, но натовские методички, и в переговорах, когда мы переговоры слушаем, они начинают обозначение Гавейта, Мехо, Дельта, Данте и так далее, те моменты, которые в наведении орудиях нами никогда не слышалось, и мы не использовали, поэтому это чисто уже отголоски того, что новое поколение у них молодые, и инструктора уже не советские, а натовские, поэтому уже они впитывают как губка то, что им дают, потому что те старые солдаты, которые у них были, и когда их учили все равно инструктора, то есть момент привычки, и они все равно переходили на русские стандарты, которые у них были и в речи, и в командах, а тут уже совсем другие. Вот и как, по вашему мнению, вот все-таки, какая школа военная более качественная, натовская или же наша старая советская школа все-таки эффективнее? Да, я думаю, эффективнее наше советское начало и русская школа, потому что все равно современная армия, которая сюда пришла, мы наблюдаем, что она модернизирована. Ну, больше технических каких-то нюансов велось, и другие методики используются, поэтому сказать, что чисто вот советское, устройство армии, да, чисто советское, оно самое правильное, но сотнями лет, которые ковалось, а вот момента ведения боя и современных каких-то таких моментов, они более быстрые и менее масштабные, поэтому, я думаю, вот российский метод более подходит, русский, так скажем, современный, 21 века. А насколько велико сейчас численное превосходство у кранатовской вот этой армии над нашей? Ну, с мобилизацией мы выровнялись. Момент в том, что только мы мобилизованы, еще не задействуем так, как надо. Они прибыли, обкатываются, но это еще не задействованы, и не до конца все прибывшие, поэтому сейчас численным количеством мы где-то должны быть в одинаковом положении. Каково примерно сейчас сочетание, значит, украинских военных и вот этих натовских наемников? Ведь уже сейчас есть секрет, что много очень натовских наемников воюют на стороне Украины. Вот какое примерно соотношение? Не могу сказать. Это, я думаю, даже 10% не вводит, потому что эти наемники используются в качестве специалистов на технике, артиллерийской и так далее, поэтому это тыловые. Впереди в окопах гибнут все равно украинцы в основном. Те русские, которых мозг заражен, поэтому в основном страдают они. Не зря же они сказали, что мы будем биться до последнего украинца, поэтому в передней линии этой нечисти нет. Есть, которые созданы ЧВК, они на штурмах находятся, когда штурм какой-то и так далее, вот они как хломики у них используются. Там поляки есть, финны есть, много кто есть. Но их утилизируют, и поэтому их быстро забирают. Вот на передних линиях, где уже позиционные, где окопы закрепленные, там, кроме украинцев, мало кто встречается. Поэтому процентовки не больше 5%. А попадали ли вашему подразделению в плен иностранные наемники? И как они себя ведут, попадая в плен, если попадались? Нет, к нам иностранные наемники не попадались, потому что наше подразделение, когда сюда пришло, оно увидело, что все увлечены Мариуполем, и много таких боевых подразделений откинулось туда, и чтобы не случилось какого-нибудь казуса, мы остались на защите Донецка. И поэтому мы в том движении не были, где могли бы мы их брать. Мы чисто, где уже не в моготу было терпеть, когда они там наглели, мы делали вылазки и отбирали какие-то передние края позиции, но это несущественные, это чисто так позиционные моменты. И вот там мы брали пленных, но там не было иностранцев, потому что иностранцев, еще раз повторюсь, они не используются для сидения в окопах. Насколько нам известно, Пески опытные уже освобождены. Как ситуация с Авдеевкой? Ну, это же все одна цепь. Это Пески, это левая сторона Авдеевки, поэтому для нас и левая Крешня, которая начала выдвигаться, она выдвинулась уже давно. Просто единственное, что не форсируем события, и вот правая сторона начала тоже активничать, контролировать дорогу, и там как бы тихо-тихо с подвозом начинаются у них проблемы. К Крешне все ближе и ближе подходит к тому, чтобы создать котел. Поэтому в этом направлении все стабильно и стабильно с плюсом в нашу сторону. Вам наверняка во время боя попадается и трофейное оружие. Какие плюсы и минусы этого оружия? Насколько оно эффективное? Говорят, что все их оружие продвинутье нашего. Правда, нет? Если бы их оружие было продвинутье нашего, я думаю, чтобы они бы не принявили его в тот момент, когда у них закончилась наша. Они бы его привезли раньше. Еще с 2008 года мы имеем эти М-ки, М-4 и так далее, американские, но они ни к чем. Для игрушки, машине покататься, для городского перемещения можно его укоротить. И ручки удобно расположены, только удобство. Но факт в том, что практика показывает. Упал с машины, автомат разбился, сломался, скривился. Много всякого с ним происходит. Ни вовремя не почистил, он уже не боеготовый. Магазины у них одноразовые, как и сами автоматы. Поэтому это чисто те игрушки, которые надо подарить. Звук у них веселый, когда стреляешь. Но это все не те моменты, которые нужны на войне. И момент в том, что у американцев, когда смотрели всякие автоматы в фильмах, они, наверное, красиво выглядели. Но когда мы зачищали те базы, где это брали, это в 2008 году, мы думали, что мы берем лагерь петухов, грубо, но и тактично, скажем, за неприводной армией. Потому что в каждой разгрузке мы находили презервативы. Мы вначале не понимали, мы думали, что за хрень ни одной бабы нет, мужики и все с презервативами. А оказывается, когда надо с этим автоматом водную преграду переходить, его специально дуло натягивает презерватив, чтобы вода не попала. Но это уже в каком-то где-то пособии мы увидели. А до этого мы думали, что какие-то нетрадиционные там обитают. И поэтому представьте сейчас, где здесь начинается зимняя пора, слякать грязь, что с этим оружием будет. Трофейное есть, оно у нас стоит у каждого командира в кабинетах, и еще где-нибудь чисто как трофей, игрушка. С ними мы не ходим. Здравствуйте, я вам вопрос. Вот многие жители России, у них родственники сейчас мобилизовываются, едут на Донбасс для оказания помощи бойцам. Спрашивают, первое необходимое, что нужно для бойцов для отправки, помимо квадрокоптеров, тепловизоров и так далее. Вот самый главный приоритет для бойцов в данный момент, что в передовой, чтобы их родные и близкие могли каким-то образом это сделать в приоритете. Вот как опытного бойца, командира. Ну, для бойца самая основная уверенность в его деле, что он идет защищать свою родину и чизну, и что сегодня родина его позвала, и он должен идти, и он должен идти уверенно, он не должен сомневаться в своих деяниях. А для родственников, друзей, тех городов, регионов, кто хочет помочь, это, конечно, квадрокоптер, это тюнинг, потому что форму бойцу дадут, автомат бойцу дадут. А вот те технические средства, которые в армии не были, пойду смотрят на них, не дадут, поэтому надо что-то с этим делать. А это основное идет, это тактические наушники активные, это какие-нибудь там прицелы тепловизионные, или для снайперов, там специальные прицелы, чтобы он мог бить на большие километры. Вот чисто в таких средствах надо искать помощь, а не пытаться накормить солдата, потому что продукты здесь есть. Главное, чтобы было желание ему самому себе готовить, там или он должен понимать, что в поле у него не будут приезжать и спрашивать, что он будет кушать. Ему дали продукты, он должен приготовить. А если ему просто возить продукты, ну это чем поможешь? Многие вот говорят бронежилеты, шлемы, каски, а вот у того такая, у этого такая. Я чуть-чуть из другой когорты ребят, поэтому это все надо, не спорю, но есть другой момент. Бронежилет на мне, ущерб моему противнику не нанесет никакой. Пусть меня критикуют, пусть рассказывают, что это ранение будет иное, еще что-то. Это ради бога, говорите. И я понимаю, что с квадрокоптера я увижу противника, значит я смогу его поразить. С тепловизора я его увижу, я смогу его поразить, значит я его выбиваю. Значит я иду на победу. А если я буду говорить о том, чем катиться, вот дайте мне шлем, дайте мне бронежилет, дайте мне бетонный дот, еще что-нибудь, это крайне глупые вещи. Поэтому тот, кто хочет помогать, он должен понимать, чем надо помогать. Это теми средствами, которые помогают нашей стране победить. Донбасс уже официально теперь часть России, один из его регионов, скажите, сказалось ли это на централизации поставок, вооружения, экипировки и принятие решений, или вы так же все на местах сами решаете? Не знаю, что мы сами на местах решаем, есть всегда момент в другом. Такие, как я, мы вынуждены что-то решать, потому что мы являемся в штатных расписаниях, где-то ротами, где-то еще что-то. Мы по штаткам разбросаны, это потому что мы нерегулярная армия, мы ополчение, у нас подчиняемость стадная, есть командир, и он принимает решения за всех. И поэтому у нас чуть-чуть другой принцип. Поэтому и у нас когда ты в штатном расписании, там же не смотрят, там пятнашка, ты еще какое-то подразделение, там есть момент, вот есть бригада, вот есть корпус, и они распределяют на бригады и корпуса. И поэтому до тебя доходит то, что доходит. И ты должен с этим иметь, ну, как говорится, разложить так, чтобы тебе этого хватило. Но это касаемо вооружения тяжелого и так далее. Всего остального, там стрелкотни, там и так далее, все в достатке. И просто у нас момент в том, что мы, ополченцы, там взяли трофейный танк, мы выучили на него экипаж, он идет, а у него у нас в штатном расписании нету, поэтому приходится дальше за трофеями идти, снаряды брать, еще что-то. Это те трудности, которые мы сами себе создали. Есть регулярная армия, у нее с этим проблема, с оснащением, еще что-то проблем нету. И поэтому мы сейчас станем ее частью, и у нас будет с этим еще проще. А пока это те трудности, которые мы сами себе создали. Мы сами свой путь выбрали добровольческий, он не такой простой. Мы же не за ним пришли бы в российский военкомат, мы нас подправили туда, нет, мы захотели быть все идеологически подкованы в одном русле вместе, поэтому мы сюда пришли и уже чисто в свои военкоматы отправили бумаги, что мы здесь есть. Вот и вся разница. Существует мнение, что Херсон может стать вторым Сталинградом для украинской армии. Согласны ли вы с таким мнением? Сталинградом? Я не думаю, что за Херсон украинцы будут сильно держаться. И форсировать реку сюда заходить они тоже не будут. Им сейчас, да, надо еще одна победа, чтобы на зиму финансирование началось больше и мы предполагаем, где они собираются вылезти, там их встретят и там будет им не сладко. Момент заключается в том, что, ребята, сколько бы мы не отходили, это есть в боксе такая тактика, проваливать называется. Сделаешь шаги назад, он бьет, бьет, бьет и в итоге наступающая сторона находится в накапуне. и эти нюансы, которые многим с дивана, конечно, виднее, но нам здесь как-то чуть по-другому видится, с другого ракурса. Есть те моменты, где можно было проявить принципиальность, итог какой был бы, итог был бы не в пользу нас. Информационно, да, мы были бы там красавчики, а фактически снабжать армией, не имея толком мостов, это надо было просто в Херсоне не сидеть, а идти вперед. Тогда бы откинули бы, до мостов ничего не доставало бы, и снабжение можно было бы наладить. Но мы же предпочли не так делать, поэтому имеем то, что имеем. И по факту держаться за Херсон смысла не было. Факт в том, что люди там были, люди нам поверили, все прекрасно понимаю, но с занавесами, спинами, с 350 миллионов, эти люди, которые нам поверили, они могут с нами отойти, с нами потом вернуться. Не в бетонном сооружении счастья Родины. И мы для себя осознаем это все. И моменты, мы все критику принимаем. Да, хорошо, да, виноваты, да, много чего можем говорить. Ну, самое главное, у нас страна одна, и мы победим. И поэтому мы должны совсем соглашаться, но делать так, как будет правильно по итогу. А по итогу будет правильно сохранить армию, боеспособной и пойти в наступление. Теперь многие укрпатриоты, после того, как они заняли Херсон, кричат, что вот теперь открылось направление на Крым, сейчас мы туда, им заберем, ну, слава Дуркаине и все как обычно у них там. Считаешь, удивляешься, насколько вообще открылось для них крымское направление с падением Херсона? Ну, момент заключается в том, что речка составляла нам трудность сновления в Херсон, с чего они решили, что из Херсона им речка не будет мешать. Поэтому эти укрпатриоты, надеюсь, их будет побольше, и они будут больше в заблуждение вводить свой народ. Потому что чем больше смуты будет, тем больше будет для нас пользы. Вот, значит, началось, так сказать, тотальное уничтожение инфраструктуры. Это, по вашему мнению, что, попытка принудить Украину к договорам, или это просто подготовка к генеральному сражению, а от нынешней власти Украины уже никто больше не ждет каких-то разумных движений? Есть простой нюанс. Дискомфорт, он есть дискомфорт. Когда человек сидит на передовой в окопе, он понимает, почему у него нету света, нету воды, потому что он на передовой. А когда в центре Киева не будет ни света, ни воды, ему объяснить, что что-то не так, тяжело. Поэтому это все то, что будет заставлять украинскую армию оглядываться назад, потому что будет больше и больше недовольства, больше будет тех проблем, связанных со связью, с коммуникацией между подразделениями, между руководством, между родными и близкими. Это все то, что заставит их нервничать, потом заставит их идти на какие-то моменты, потому что сейчас зима, с газом проблемы, со светом будут проблемы, со всем проблемой, это все, что заставит их чуть-чуть поумерить свой пыл и желание где-то поднагадить в нашу сторону. Но есть другой момент, вы не забывайте, что экономика она не просто так, в Уголовном кодексе, если убийство начинается от 3-6 лет, то экономика начинается как тяжкая статья с 12 лет, что за экономические преступления больше дают, чем за убийство, потому что из экономики происходят все убийства и так далее, поэтому это тот момент, который сегодня на Украине все предприятия почти стоят и Украина начинает все больше и больше денег просить у Запада. Запад он ее финансирует, но и Запад тоже не безграничен, потому что у Запада такое же население, которое задаст вопросы, куда мы платим налоги, почему мы содержим Украину. Это все в той комбинации, которая она даст эффект. Югославию тоже помните американцы как рассыпали мосты, свет, вода, потому что человек в 21 веке хочет иметь все комфорт. Такой вопрос, чисто технически, так, ну, вроде бы, вы на него наверняка ответ знаете, можете пояснить. Многие недоумевают, почему на линии боевого соприкосновения нельзя использовать сотовые телефоны. Многие утверждают, что, ну, если, мол, без симки же можно, вот как вы объясните? А без симки зачем он ему нужен? Тогда не интернета нет, не связи, поэтому нельзя. Плюс телефонные съемки позволяют прикрепиться к твоей геопозиции, где ты находишься, понять, сколько у вас там находится. И плюс активность телефона есть самолет разведчик, который фиксирует, сколько телефонов в той или иной зоне работают и какие операторы. Понятно. Ну, понятное дело, что война не обходится и без раненых. Как с медициной? Хватает ли койко мест? Нужны ли волонтеры? Вообще, какие проблемы существуют в плане медицины? В плане медицины проблем не существует в Донецке с 2012 года. Единственное, что с начала 2014 года войны какая-то часть специалистов уехала и уже за это время выросла новая часть этих специалистов. Поэтому с медициной в Донецке проблем нет. Я не знаю в остальных регионах, но мы для себя знаем, что Киевро Донецк был готов на пятерочку, а уже когда начались мариупольские события или еще что-то там, какие-то поселки освобождались, то отсюда вахтовым способом ребята ездили. И плюс очень много специалистов из России сюда приезжают, предлагают свои услуги, они в военных госпиталях работают, первичную помощь оказывают, и они поехали в Мариуполе волонтерили, по месяцу, по два находились вместе с донецкими врачами, проблем нету, медицина, она военнообязанная, поэтому там структура, которая четко выстроена, они быстро знают, что и как нам им надо выстроить, и они это устраивают. какие-то моменты бывают, например, в начале лета, но были самые активные фазы боев, поэтому увлеклись шовными какими-то препаратами, кто-то, но забыли, что аллергичный край, и вот пока внесли это в бюджет, то помогли наши товарищи из России, заранее купили, мы развезли по больницам, раздали вот эти всякие таблетки, которые помогали как-то притушить аллергию. Брат, вчера появилось видео, как украинские добровольцы батальонные казнили наших ребят. Скажи, пожалуйста, что-нибудь известно об этих уродах, которые это сделают? Здесь информация была, что якобы Вагнеров представитель этого подразделения уничтожились. Кто-нибудь знает про это? Ну, есть момент в том, что подразделения Вагнера и другие подразделения, которые именно их называют ЧВК, но там больше ребята, которые такие на идеи и солдаты удачи, так сказать, которые для них их война зацепила, они понимают, что они приехали в мирной жизни побыли, а вот там еще интересы родит, давай скатаемся туда. Вот эти ребята, они, я думаю, сделают то, что пообещали. Я не наблюдал за ними, чтобы они впустую что-то, какое-то слово уронили. Для них это дело чести, если они такое слово дали, они употребят все подразделение, утилизируют. И не только они, многие, кто луганская сторона, все ребята, которые посмотрели на это и сказали, что они объявили охоту и будут искать те места, где они на линиях соприкосновения и туда перебрасываться и утилизировать их. Да, очень жестокое видео, и я думаю, что каждому, кто на этом видео присутствовал, надо, как говорится, равносильную ответочку дать. Донецк интересуется, вот в определенных местах далеко прошли, уже из Запорожской области наши, Мариуполь взят, а Донецк как обстреливали, так и обстреливают, когда уже наконец хотя бы немножечко прекратятся обстрелы. Ну, Донецк я думаю, прекратится обстреливаться, когда вся область будет высвобождена, тогда в самом Донецке будет поспокойнее. А сказать, что почему до сих пор стреляют, но ребята есть простая, когда перед тобой дамба и она дает трещину, ты же не удивляешься, почему именно напор воды пошел из трещины, а не откуда-то даже другого места. И слабина, там и продавливают. Поэтому в Донецке самые боеспособные подразделения украинской армии стояли, прошло 8 лет, здесь никто через речку напротив друг друга бамбук не курил. Здесь постоянно велись столкновения, и те перемирия, которые объявлялись, оно миновало именно эту линию сопероснования, здесь постоянно не замолкали, здесь окопы на расстоянии 40 метров друг от друга. сказать, почему Тестпор там Авдеевка нельзя, да еще что-то. Но те умники пришли бы и взяли бы. А там, где была возможность развивать успехи, его и развивали, поэтому пошли в те направления и взяли, и взяли немало. Поэтому сказать, лучше бы здесь не скажу такого. Как себя противник ведет, на то и реагируем. Где есть у него слабость, туда и как говорится, давим. Абхак, вот позавчера появилась информация, что на территории Украины создавалось новое подразделение представитель турецкой организации Серых Волков. Если не подтвержден информация, что их собираетесь перебрасывать во взгляд по направлению. Как ты считаешь, что это за ребята и насколько они могут противопоставить против наших ребят? Они там воинственно кричали, бежали. Да, эти волчата, но на этих волков у нас есть свои волки, поэтому они серые волки, там, тюркские подразделения, мы за них рады. Вот эти все подразделения, миллион, что красивые названия, по итогу это всего лишь там один батальон. Ну, придут они, у нас есть 10 тысяч волков, которые пришли с Чечни, поэтому нормально. Я думаю, наши волки поубедительнее выглядят. Они хотя бы кричат и в наступление идут, в отличие от тех волков, которые там с Киева верещат и говорят, мы в Киевку пойдем, ну, приходите. Да, действительно. Вот тут такой объемный вопрос. Не секрет, что территории освобождаются, но на них есть и враждебно настроенные люди. Я сам лично читал переписку донецкой женщины со своей дочерью из Херсона, которая вышла замуж, уехала туда, обукраинилась и так радуется приходу украинской армии, так радуется Украине, вернувшейся в Херсон. Ну, и жители эвакуируют, тоже наверняка там есть убежденные нацисты и люди с промытыми мозгами. Вот как, по вашему мнению, можно распознать в гражданском человеке врага и как не только освобожденные территории обезопасить, но и тыл, куда эвакуируют жителей. Вот как, как? Вы совсем забыли о подразделении Донбасс, который был с формой РОВА в 14-м году? Их родственники живут в Донецке. Их родственники живут в Макеевке, их родственники много где живут. Подразделения Торнадо, которые живут в Торезии, которые имеют какие-то свои мелкие бизнеса, их родственники там и так далее, шахты. Это все есть до сих пор на другой момент. Вот и показатель русской души, что мы никого не преследуем, мы в своем деле уверены, а эти пусть свои гнили внутри захлебнутся или ночью плохо спать, думая, что вдруг мы придем к ним. Да, Украина, она вот даже на каждую территорию приходя, она зачистки проводит жестко, потому что они боятся. Нам чего бояться? Самое главное, чтобы наша земля под нашими ногами была, а не из-за забора на нее кто-то смотрел. Поэтому нам зачистки не нужны. И приходя на территорию, как вы хотели, 8 лет, за 8 лет их детей в армию призывали. Сегодня их мобилизовали, они пошли воевать. Их заставили это делать. Многие пошли по убеждению, потому что за 30 лет мы им никак не помогли сохранить мозги. Им их промывали, промывали. И 30-летние ребята, ну начните от 18 лет и погоду добавляя, сколько ребят уже в армии прошли, сколько ребят выросло при этой Украине, которая считалась себя отдельным народом и отдельной нацией. И удивляться тому, что на территориях настроены против нас, да нет, не удивляйтесь. Это принимайте. И не надо вести себя как они, зачищать их дома, выжигать, выгонять родственников, нет. Если вы за Родину, то вы всегда должны для себя понимать одну простую истину. Не будет страны без населения. Поэтому мы не можем их всех гнать. Мы будем пробуксовывать. Вот уже следующие поколения, которые вырастут, они будут иначе думать. Они будут одинаково вместе с нами любить эту страну. Поэтому мы, даже имея списки, вы вспомните 14-15 год, когда антимайдановский Кибер-Беркут и так далее выкидывали все списки с адресами проживания родственников подразделений Донбасса Айдара и тех, кто в Азов уехали. Мы их всех знаем. Их родственники по сей день возле нас живут. Мы никого из них не преследуем. Мы ни за кем повторно не приходим. А большинство из них имеют наших братьев, сестер. Это потенциальные разведчики, это потенциальные глаза, уши, корректировщики. Мы все это понимаем. Мы понимаем, что это хороший нож в нашей спине, но нет, мы не такие. Игорь, подожди, пожалуйста, секунду, тут у нас девушка хочет задать вопрос. Ах, я сейчас открою микрофон, наверное, да, хорошо? Пожалуйста, Новосибирск, задайте вопрос. Новосибирск, задавайте вопрос. Здравствуйте. Дошла такая информация с госпиталей нескольких, которые находятся на территории, на линии фронта, то, что очень многие бойцы при потере крови погибают. верно или такая достоверная информация, я бы сказала, потому что как бы нам это сообщили примерно месяц назад, что нехватка идет крови для бойцов именно там. не могу сказать ни с такой истории ни разу не сталкивался. Скажу так, что за нашу бытность здесь у нас один парень, только мы его привезли и он погиб, потому что ему вырвало таз и сохранить его возможности не было и врачи даже удивлялись, как мы его до больницы смогли довести. Момент следующим, что все остальные ребята, которые приезжали, обычно, когда крови не хватает, там врачи приходят и говорят, что вот такая группа крови нужна, сдайте. С такой практикой я в Абхазии сталкивался, когда там кто-то в аварию попал, мы родственников собирали, ходили, кровь сдавали. Здесь этого нет. Здесь я не видел, чтобы кто-то просил, чтобы мы сдали кровь. не сталкивались с такими, значит, банк крови, думаю, достаточно. Если какие-то такие вопросы есть, у меня, как вспомним момент, редкая группа крови нужна, была там отрицательная четвертая или шестая, не помню, сейчас не буду, но ее не было в больнице, где наш боец левал, это еще было до начала СКО. Я пошел, обратился в военное училище и курсанты пошли, поехали, сдали. Тут есть у нас училище МЧС, МВД и так далее. Потому есть откуда брать кровь. Тем более столько врачей не бы сами сдавали. Это может на передовой мобильный госпиталь, которые первичные разворачиваются. У них может просто какие-то заминки. Поэтому я не берусь отрицать эту вещь, но я с этим не сталкивался. Наши больницы оснащены, поэтому смысл держать там, где надо первичку оказать, держать раненого. Есть золотой час, за который ты должен доставить человека в больницу. и здесь нету той точки, откуда нельзя доставить за такое время. Люди интересуются, доводилось ли вам наблюдать в бою какие-либо новинки российского военпрома, в частности, интересуются за боевую машину терминатор. Если видели, то как можете оценить ее эффективность? Нет, терминатора я не видел. Я в основном сталкивался с которыми были машины Т-80, танк Шустрый, и нам довелось на нем еще поработать танки с типовыми прицелами 763 Б3 БМПшки, Тройки, БТР, много чего-то такого мы сталкивались с разными моментами, но касаемо именно того, чтобы терминатор еще что-то, я думаю, это не для наших линейных подразделений, это, скорее всего, где-то спецподразделения, спецназы, еще что-то, не знаю, я с ними сталкивался. А так, этих тайфунов и так далее, много машин всяких разных видел, но нам привычнее Урал-КамАЗ для нас это поковыряться в нем, если что-то случится, удобнее, чем куда-то гнать. Это все те машины, которые, я думаю, должны быть более в тыловых подразделениях. для вас, как для военного человека, как для командира подразделения, что будет означать окончание войны и в каком месте, вы думаете, она закончится? Окончание войны для меня, это когда моим детям ничего не угрожает. Я нахожусь в Донецке, мои дети со мной. Поэтому, если я чувствую для них угрозу, я понимаю, что войне еще нет конца. конец войне, я думаю, когда какой-то кусок в Европе мы откусим, потому что выиграв эту войну у мира, потому что больше 25 стран официально помогают Украине, это мировая война, выиграв ее во Львове, это мы вернули только свое, а где тот процент, который должны они заплатить, чтобы неповадно было, пока я его не вижу. Но я для себя понимаю, что он должен быть. Может, должен выглядеть как сквозняк, чтобы наш Калининград не мучился, чтобы сухопутку имел. Не знаю, посмотрим. Для меня первый этап это освобождение всей Украины и вылечить мозги тем, кто на той стороне. Спасибо. По нашей старой доброй традиции, что бы вы хотели сказать, что пожелать Донбассу, России, Казахстану, всем остальным странам, ближнему, давнему зарубежью. Ну, такое слово, так сказать, напутственное, что ли. Хотел бы им пожелать всего доброго. Хотел бы в преддверии новогодних всех праздников не забывать, что жизнь одна и не забывать историю. Это к чему я говорю. Надо помнить, почему и как это происходит, но это не значит, что мы все сегодня должны окунуться в войну. Мы для себя должны понимать, что в тылу у нас должна жизнь кипеть. Когда мы оборачиваемся и видим, что за нашей спиной идет веселье и задор, дурной воин только соблазнится и скажет, вот пока я воюю, а они гуляют. Здравый воин скажет, что ради этого он это и делает. Поэтому всем не забывать, что жизнь одна и радоваться и не грустить. Огромное спасибо вам за то, что к нам пришли, за то, что предельно честно отвечали, как всегда, на наши вопросы. Вашему подразделению и всем защитникам русской земли низкий поклон, огромная благодарность за ваш ратный труд. Конечно же, вечная память всем, кто не дошел до победы, будем помнить их всегда, не имена их, не золотом будут высечены, так сказать. Ну, огромное еще раз вам спасибо. Ну и, конечно же, боевого духа, крепости, духа и военных успехов, чтобы скорее освободили русскую землю от этой нитисти. спасибо, спасибо, все хорошо. Конечно, всегда рады будем слышать, видеть вас у нас на нашем канале. По возможности мы у вас. Спасибо. Еще раз огромнейшее спасибо вам всем. Ну все, ребятки, наша встреча.